Доброго времени суток! Поздравляем с церковным праздником! Святые память которых в этот день празднует Святая Православная Церковь! Молите Бога о нас! Сейчас продолжается пандемия коронавируса, развлекательные и культурные заведения закрыты, или в них такие меры безопасности, что туда идти нет ни малейшего желания. Поэтому одно из немногих развлечений, которые нам доступны, это читать Библию. Сейчас наши зрители из агностиков, атеистов, сатанистов и неуязычников начнут над нами смеяться и упоминать иудок истиан, из сборника еврейских сказок. Иудо-христиане, это здорово сказано! Оригинально, да! Котопес мяукает в сторонке. Круто! Ну, вообще-то, Библия, это наиболее исследованный письменный исторический документ. То, что вот в этой толстой-толстой книге собрано, вообще-то, формировалось с 4 по 7 век. Вот, до нашей эры формировался канон книг священного писания. Некоторые тексты Ветхого Завета, они до нашей эры записаны, но это сборник текстов. Вот он сформировался с 4 по 7 век нашей эры. И научных работ, посвященных исследованию Библии, ну, где-то в сотни и тысячи раз больше, чем на тему исследования любого другого исторического письменного документа. И известно, как это формировалось, какие тексты вошли в Библию, какие не вошли и почему. Так что, однозначно, интересная тема для людей, интересующихся как наукой, так и религией. А сейчас, по просьбе наших зрителей, особенно из числа популяризаторов науки, мы расскажем, почему креационизм противоречит этой самой Библии. Небольшое пояснение. Креационизм – это религиозная и философская концепция, согласно которой основные формы органического мира по имени жизнь, человечество, планета Земля, а также мир в целом рассматриваются как непосредственно созданные Творцом или Богом. И основная аргументация креационистов – это библейские тексты и совпадающие с этими текстами научные и псевдонаучные наблюдения. Мы, как люди с богословским образованием, когда получали это самое богословское образование, получили с ним и порцию креационистских идей. Но мы сейчас смотрим научно-популярные передачи, и наше мировоззрение потихонечку эволюционирует. Знакомись с научной картиной мира, то есть с дарвинизмом и теорией эволюции, и не только. Ну, то есть с современными научными гипотезами, которые подтверждены научными исследованиями, например, археологией. Так уж получилось, что эволюционизм подтверждается научно, в отличие от креационизма, который научно не подтверждается. То есть древние животные и древние растения, они отличаются от современных. И, исследуя остатки разной древности, можно пронаблюдать переход от одних видов к другим видам. И чем древнее находки, тем больше отличий. Да, да. Еще цепочки генетического кода сейчас исследуются. Генетические ошибки. Да. Но подробно мы об этом рассказывать не будем, потому что на эту тему существует в интернете диспут эволюциониста и креациониста, в котором участвует священник Константин Буфеев. Это один из руководителей креационистов в России и палеоантрополог, археолог Станислав Дробышевский. Там очень хорошо раскрыта тема того, что известно науке про развитие биосферы планеты Земля. Но все-таки главный аргумент креационистов это не научные или псевдонаучные исследования, а все-таки библейские тексты. Креационисты утверждают, что так как Библия это боговдохновленный текст, то все, что там написано про сотворение мира, это истинная правда в последней инстанции. Те, кто такое говорят, плохо представляют себе, что такое Библия. Для них это что-то вроде голубинной книги из творчества Рериха, которая упала с неба, и она такая огромная и таинственная, что никто не может ее понять. Ну, хотя как раз вот именно Библия исследована гораздо лучше, чем любые другие письменные документы. И в том числе известно про каждый библейский текст, кем он написан, для кого он написан, с какой целью он написан. И эти тексты написаны, ну уж по крайней мере, не для того, чтобы ученые через 2000 лет на них строили какие-то научные гипотезы. Ну да. Как и любые исторические тексты, они писались для современников. Вот только креационисты этого пока еще не знают. Ну да, потому что вместо того, чтобы хулиганить в музеях и стоять глупыми плакатами на улицах, этим неразумным хомо сапиенсам следовало бы изучать предметную часть. Ну, хотя бы в рамках науки и библиологии, чтобы понимать, о чем вообще говорит Библия. Креационисты как раз и призывают и читать, и изучать Библию, и жить по ней. А они вообще не очень понимают, о чем говорят. По причине того, что, как правило, это люди без богословского образования. Ну и, в общем-то, и без научного, филологического какого-нибудь образования. С источниками древними они работать не умеют. Ну, как правило, креационисты – это молодые ребята, окончившие миссионерские курсы и считающие, что это дает им право хулиганить, хамить, оскорблять оппонентов, ну и объявлять божественным откровением свое невежество. Да, Библия – это божественное откровение. С этим никто не спорит. Но божественное откровение, оно дается хорошо известным способом, потому что такое явление человеческой жизни, как религия, к сведению креационистов, оно тоже очень хорошо исследовано. Точно. То есть пророк сначала говорит о вещах, понятных своим современникам. Потому что если он будет говорить нечто заумное и непонятное, то его никто не будет слушать. Разумеется. Потому что то, что в Библии говорится об устройстве неба и земли, это не то, до чего наука дойдет через века и тысячелетия, а то, что соответствует понятиям древних скотоводов, которым это откровение дается. А это откровение давалось именно древним скотоводам. Поэтому в Библии геоцентрическая, а не гелиоцентрическая система мира. И в Библии упоминается твердый небесный свод на котором сверху кто-то живет. И то, что в Библии сказано по нерелигиозным вопросам, это не научные данные, до которых человечество дойдет спустя много времени, а социальные факты на тот момент, в который это божественное откровение дано. Потому что Библия это откровение не про то, как устроено небо, а про то, как туда попасть. На небо, естественно. Ну, разумеется, попасть на небо, это в духовном смысле. Ну да. А Библия, она не упала с неба, а создана людьми, исповедующими религию христианства, из текстов, подтверждающих христианское религиозное учение. Поэтому, если кто-то найдет древний текст, в котором что-то написано не так, как в Библии, это никак не повлияет на христианское учение. Ну да, никакой сенсации из этого не будет, как пытаются религиозно-невежественные журналисты говорить, когда находится какой-нибудь Евангелие от Иуды, древний текст какого-нибудь Евангелия от Иуды. Так как давным-давно уже найдено много таких вот древних текстов. Они хорошо известны науке и называются апокрифы. И из этих апокрифов взято довольно много сведений по библиологии про детство Иисуса Христа, про жизнь Божьей Матери, например. Также кто такой евангелист Марк, Матфей, Лука, Иоанн. Но в Библию эти апокрифы не вошли, так как не отражают христианское вероучение. Про Иисуса Христа, как ни странно, знали представители и других религий. Кстати, да. Тут надо пояснить нашим зрителям, что такое христианское вероучение. А то сейчас модно говорить про исходящую от сердца живую веру. Ну, то, что православные недоучки называют исходящей от сердца живая вера, по-научному вообще-то называется суеверие. Фу. И суеверие это плохо. Бойба с суевериями и религиозными предрассудками, как сказал дьякон Андрей Кураев, это основная цель советского комсомольца и православного священника. Да. А настоящая христианская живая вера называется основное, оно же догматическое богословие. Догмат это не что-то такое нехорошее и не имеет никакое отношение к религиозному фанатизму, а догмат это утверждение принимаемое на веру без доказательства и на основе этих догматов строится вся остальная религиозная мысль. И зная догматическое богословие можно дать ответ на любой вопрос из области религии. Поэтому именно догматика живая христианская вера, потому что на догматике построено все 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 религиозное мышление во все времена. Это точно. И эти религиозные мысли называются консенсус патрум. То есть то, с чем согласны все христианские мыслители и рядовые христиане. А еще есть тело игумена. Это частное мнение конкретных христиан. Ну вот, например, бывает тело игумен святого Василия Великого о том, что небесный свод, он снизу полукруглый, как купол, а сверху он плоский, и поэтому с него не падают вниз небожители. А бывает тело игумен блогеров с YouTube канала Платочек о том, что эмбрион в момент зачатия не может считаться человеком, так как не имеет явно выраженную голову и грудь. И с этим тело игуменом согласен христианский богослов православный Петр Могила, но не согласен Патриарх Кирилл и всякие пролайферы. И в этом ничего страшного нет, никто не еретик. Нет, не еретик. Да, потому что на то и тело игумен, что в религии допустимы разные мнения по некоторым вопросам. Да. Библия имеет конкретную цель показать как было дано христианское вероучение. Надо пояснить нашим зрителям как работает вообще религиозное мышление. Вот в науке есть аксиомы и постулаты, которые принимаются так же как и догматы без доказательств на веру. Ну да, так же как в религии догматы. Но есть небольшая разница. Но в науке аксиомы и постулаты основываются на очевидных фактах, то есть на данных наблюдения и данных экспериментов. А в религии догматы основываются на божественном откровении. Божественное откровение дается людям через пророков. Точно. Ну в общем-то кто бы сомневался. А пророк чтобы его слушали как ни странно сначала говорит о понятных современникам вещах. Если современники считают что над небом и под землей кто-то живет и солнце двигается по небосводу а не земля вращается вокруг солнца то пророк излагает этот социальный факт. Он не будет говорить какие-то научные вещи до которых человечество дойдет через тысячелетия. Иначе ему сразу скажут слушатели послушаем тебя в другой раз и разойдутся по своим делам. Это да. Потом пророк говорит о чем-нибудь понятном что в скором времени будет и только после того как пророчества его сбываются пророка начинают слушать когда он говорит на религиозную тему то есть о боге и о загробной жизни. Чтобы излагать религиозные откровения опять же как ни странно надо сначала заслужить доверие людей которым собираешься пророчествовать. Это точно. Надо пояснить что такое религиозная тема. религия это определенная система взглядов обусловленная верой сверхъестественная. То есть предмет религии это то что недоступно науке. То где невозможны наблюдения и невозможны эксперименты. За неимением лучшего приходится верить божественным откровениям. А лучшего чем божественное откровение и не будет. потому что никакая наука не сможет наблюдать обладающего свободной волей вездесущего Бога. То есть объект не ограниченный ни во времени ни в пространстве не подчиняющийся никаким законам естественных наук. Не так ли? Ну да. Правда религия поначалу занимает некоторые области предназначенные для науки. Временно. Да временно. потому что наука еще не достигла определенных высот. Поэтому медицина бывает поэтому древняя медицина вот в области религии поэтому и учения о происхождении мира тоже в области религии но со временем наука развивается и религию из этих областей вытеснит и креационизм как раз хороший пример вытеснения наукой религии из области знаний касающихся развития жизни на нашей планете. Существуют появилась то есть это религиозная книга а не научная. Эх как же не любят в РПЦ догматику все пытаются подменить ее так называемой живой верой. А что вообще такое? А догматика это и есть живая вера. По аналогии с наукой вот если на Библию посмотреть вот если бы Бог поставил задачу сообщить людям про закон всемирного тяготения который в библейские времена был неизвестен. Если бы Бог считал что людям для спасения для духовного возрождения надо знать закон всемирного тяготения. Вот если бы Бог считал так то Он бы это откровение дал бы честь пророков. Ну да. И тогда бы Библия содержала бы не описание того как Адам и Ева съели яблоко а рассказывала бы о том как на голову Ньютона это самое яблоко упало и какие мысли потом бы возникли у этого Ньютона. А догматика вот в этом случае была бы как сформулированный в учебнике физики закон всемирного тяготения. Вау интересно. Если бы не было догматики то с художественным описанием истории падения яблока на Гоу Ньютона могли бы быть разные неправильные толкования аналоги Тео Игумена. Ну на самом деле не аналоги Тео Игуменов есть неправильные толкования а аналоги Ерисей. Тео Игумен это как раз разные мнения но правильные. А есть ошибка в теории а еще есть ошибка в аскетической практике называемая прелесть ну как бы мы сейчас говорим не про аскетчику а мы сейчас говорим про догматику точно но вот Библия это не про науку а про религию как мы уже неоднократно повторяли так что в Библии просто нет и не может быть никаких божественных откровений про естественные науки а идея креационизма это как раз попытки строить научную гипотезу на основании источников по другой дисциплине ну вот это строить научные рассуждения на основании религиозной литературы это как строить какую-нибудь физическую теорию на основании ну например химии а у нас есть деятели которые строят социальные теории на основании идей из квантовой физики ну да рассказывали нам популяризаторы науки на эту тему и присуждали им звание почетного академика врау а заодно мы совместно с ними от души поржали да ну да вот потом эти деятели удивляются что их не воспринимают всерьез хотя они якобы опровергают всю современную науку это не они отвергают современную науку а современная наука отвергает их гипотезы как построенные на изначально ошибочных утверждениях в общем креационистам советуем не путаться с дисциплинами библия это основание для религиозных размышлений предмет религиозных размышлений это божество и жизнь после смерти а основание для размышлений как развивается биосфера планеты земля это научные данные советуем вместо того чтобы стоять в дарвиновском музее с глупыми плакатами сходить в этот музей дарвина и посмотреть экспозицию основную причем именно ее в первую очередь да там не только основная там на самом деле в музее дарвина и видео записывают сотрудники на научно-популярные темы ну то есть учиться надо то есть надо сначала учиться а потом уже учить это точно кстати об эволюции креационизм он тоже эволюционирует современный креационисты уже не считают что Бог сотворил животных и растения такими какие они уже сейчас или то что на земле всего лишь несколько что земле всего лишь несколько тысяч лет современные креационисты считают что Бог сотворил саморегулирующуюся вселенную где действует принцип эволюции ну да так что вот креационизм эволюционирует то есть даже креационизм имеет тенденцию эволюционировать что уж говорить про живую природу и в современном креационизме гипотеза Бога в общем-то получается вроде как уже не особо нужна гипотеза Бога она про другое в первую очередь чтобы люди не наделяли мистическими свойствами например небесные светилы или что-нибудь еще ну да вот если мы возьмем какого-нибудь христианского мыслителя который размышляет на тему Библии то он не как вот современные научно образованные люди начнет обращать внимание как небесные светилы движутся а он обратит внимание в первую очередь что солнце и луну никакими собственными именами не назвали а просто написали большое светило и маленькое светило а во всех окружающих народах у которых язычество это там целые оды этим светилом воспевается и не принято светило так обзывать это как вот президент называют там по имени отчеству со всеми титулами это как бы назвать солнце и луну большой светило и маленькое светило это все оно что назвать нашего президента просто Вовка то есть вот как функционирует религиозное мышление потому что бог это не предмет науки а предмет религии а небесное светило это как раз предмет науки по имени астрономия это точно в общем креционизм противоречит библии потому что креционизм претендует на научность а библия это религиозная литература наука и религия имеют разные предметы исследования повторяю еще раз наука и религия имеют разные предметы исследования поэтому креационизм который претендует на научность он но никак не может опираться на религиозную литературу ну да пойдет нарушение причинно-следственной связи если нас смотрят популяризаторы науки которых сильно достают креационисты давайте ссылки на наш ютуб канал этим креационистам и мы их будем заворачивать в платочек ну и на этом все прощаемся подписывайтесь на наш канал ставьте лайки пишите комментарии если поставили дизлайк напишите за что дизлайк будем работать над ошибками до встречи в следующих видео спасибо за внимание до встречи